Привет, ты на канале Залимакс Геймс и мы продолжаем с тобой играть черная книга, да, Black Book. Ну что, сегодня мы с тобой сходим, да, на Адово Озеро. Но для начала, конечно, мы немножко тут походим. Так, книжник, давай зайдем, посмотрим, что там есть за новое заклинание, если они есть. Мороз пробегает по вашей коже. Признак присутствия нечистой силы. Вы оглядываетесь вокруг. Компанию вам составляет только гудящая тишина. Внезапно из мрака делает шаг незамеченная вами фигура. Это книжник, торговец с заговорами. Какова твоя мудрость? Нисходящая свыше или земная бесовская? Так, купить заговоры, давай посмотрим. Что у тебя здесь есть? Ух ты, что это такое? Вечный, горячая кровь и крада. Статус не пропадает в течение ходов. Порча на врагах увеличится на один при каждой потере здоровья. Да? Слово вычеркивается из книги до конца битвы. Порча на врагах увеличивается на один при каждой потере здоровья. Слушай, вещь, конечно, вроде бы такая, ух, хорошая. Восстановить способность союзника. И плюс еще 7 жизней сразу восстановить себе. Ой, какая интересная вещь. Слушай, вот эти вот два заклинания мне нравятся. Давай купим вот эту. И вот эту покупаем. Так, щука-белуга, да? Как-то я... Не знаю. Пока что не использовал. Мне вот этот значок смущает. Ладно, выходим. Так, давай, значит, верхний опыл. Кстати, если тебе понравится сегодняшнее приключение, да, и эта игрушка, поставь, пожалуйста, лайк. Подпишись на канал, если ты еще не подписался. И, конечно же, комментируй. И не забывай нажимать на колокольчик. Приятно тебе посмотреть. Так, небольшая рыбачья деревня. К востоку от Адового озера у нас говорили, что тут каждый день хоть раз до водяница-то видел. Ух ты. Может, сейчас еще сражение будет. Кстати... Солнце садится за горизонт, когда перед вами вырастают избы деревни Верхний Онал. Вы ускоряете шаг. На Адовое озеро нужно добраться до рассвета. Я хотел еще сказать о том, что после сражения, да, с русалкой, я очень много использовал травы. И при возможности, либо мы ее, конечно же, находим, либо мы ее покупаем. Может быть, даже придется и купить. Так, солнце садится на взрывы, когда перед вами вырастают избы деревни Верхний Онал. Так, вы ускоряете шаг. В Адовое озеро нужно добраться до рассвета. Поторопиться на озеро. Просить нечисть. Распросить крестьян. Жители деревни указывают вам кратчайший путь к озеру и рассказывают об опасностях по дороге. Хорошо. Опасности на дороге. Так, Сосновая роща. К болотистые круги Адового озера вплотную подступила старинная Сосновая роща. Бледный свет луны падает на гнилые сломанные деревья. Вы чувствуете, что здесь поработали лишаки? Или другая нечисть? Так, а чертикок? Защита от нечисти оказывается кстати. Внезапно со всех сторон слетаются черти. Похоже, это разрушение – дело их лап. Так, а это я, получается, да, помощник Прошкой тут, блин. Ну, блин, конечно, помощник никакой. Да. Смотри, ох ты, черт тебя побери, нифига себе, а че это такое? В принципе, жизни, да, у каждого не сильно много, но вот их трое – это уже, конечно, не очень. Значит, если я вот этого сейчас не сильно не убью, он начнет потом атаки бешеные делать. Блин, плохо. Сгла снижает, атак внутри минимум один, да. Ах ты, черт. Так. Че-то у меня такое. Такие заклинания не очень, да, атакующих как-то мало. Ладно, блин, сейчас пусть следующая колода карт подкинет мне. Хороших заклинаний. Да что такое, не понял. Так. Смотри, значит. Увеличивает атаку на три. И по всем противникам. Снимает положительный статус, снижает сглаз. Блин, ну это плохо, конечно, они мне сейчас туда порчу именно наводят всякую. Поехали. Я вот этого просто не бью. Так, что у нас здесь? Давай, давай, давай. Наверное, может быть. Крепкая. Негативный статус снимает. Ладно, поехали. Блин, это сейчас будут атаки бешеные делать. Так, давай, значит, защиты сейчас. Слушай, как-то заклинание, да? Да, вот, на защиту много чего-то попадает. Ах, а где мои все атакующие? Во, пошло, пошло, родимое. Все, наконец-то. Так. Так, вот это жарко. На кого? Да, ладно, на этого. Дальше. На кого? Хе-хе. Давай, на этого. Две счета. Дай мне защиту. Прошло. Смотри, 6, да? Вообще стоят полутрупы. Ну, 3, 1, 4. Блин. По всем есть удар? Нету. Понятно. Так, давай, значит, вот этого. Порча сюда. Под защиту. Так, змеи сейчас не будет. Отлично. А мы сейчас с тобой немножко восстановим здоровье. Ну, и, в принципе, потом парочку ударов. Блин, вот когда надо, да, вот удары, они выпадают в самом конце, когда мне уже это все не надо, понимаешь? Блин, как так неудобно? Крепкая сглаз 1 снижает атаки на 1. О, блин, вещь, конечно, классная. Давай, призур випки, да, крепкая, сглаз 1 ко всем противникам. Так, и у нас следующая локация, это... Болото. Верхнее Чугрумское. Ну что, пошли. Расколотая молнией сосна стоит на краю болота. Странно, но воздух рядом с этим деревом до сих пор наполнен запахом грозы. Дерево почернело и раскололось надвое. Внутри вы находите громовой камень. Давай возьмем. Вы вытаскиваете громовой камень из забугленной сосны и отправляетесь дальше. Благословление на 1. Да, знать бы, надо это или нет. Так, скит. Слышал, что где-то здесь живет монах-отшельник. Вы входите в еловый лес, наполненный умиротворением. Вскоре вы находите источник светлой силы. Среди деревьев стоит старая избушка, уютно наклонившаяся на развесистую сосну. Дверь открывается с тихим скрипом, и вас приветствует отшельник. Вот уж не думал, что колдунья меня придет проведать. С чего ты взял, что я колдунья? Да я силу нечистую заверсту, чую. Это я-то сила нечистая? Ладно, не сердись. Может, тебя проведение сюда привело. Отдохни. Самовар я поставил на можжевеловых ветках. У меня к тебе просьба есть. Чё ты там попросить хотел-то? Думаю, это тебе по зубам будет. Охотники тут проходили. Да так и не вернулись после того, как лед тронулся. Я пошел следом. Тут стоянка недалеко. Вещи разбросаны, будто и не уходили по весне. А куда подевались, неведомо. Я там почуял силу нечистую, но так вот никого и не нашел. Пожалуйста, найди, куда окаянный охотников подевал. Ну, давай согласимся. Ты южнее стоянка, говоришь? Может, и посмотрю, что с ними стало. Я так может и векшиться. А ты кто? Я отшельник, а это мой скид. Я тут живу, Богу служу, далеко от мирского. Святых-то много, да и бед у народа полно. Вот я и молюсь, чтобы святые духи помогали нашим крестьянам в их бедах. Надеюсь, слышат меня угодники. Так, выпить чаю. А вот надо выпивать чаю или не надо? А дух он отравленный. Давай попробуем. Хорошо, давай свой чай. Вы пьете чай и переводите дух. А, здоровье восстановлено. Пора мне в дорогу. Прощай, колдунья. Постарайся свернуть со своей дороги. Нет у нее доброго конца. Нет у нее доброго конца. Че ж так, все так негативно сразу уже, да? Меня так предупреждают. Так, лагерь охотников. Куда пропали охотники? И кто их погубил? Здесь, по словам нашельника, была охотничья стоянка. Вы следуете указаниям скитника и через некоторое время выходите на расчищенную поляну. Вы замечаете лапник и надью. Здесь явно останавливались охотники. Так, обследовать, да, лагерь? Ну давай посмотрим, че это такое. Так, подожди. В дорогу. Да не, не, не. Надья, слишком сильно прогорела. В лесу никто так костры не оставляет. Сейчас давай побегаем. Может быть какая-нибудь та трава где-то появится. Посмотри. Да? Вещи охотников. Здесь до сих пор расписаны кое-какие вещи охотников. Вам удается отыскать неуклюжие записи одного из них и небольшой кошелек с серебряными рублями. Так, вам удается отыскать неуклюжие записи одного из них и небольшой кошелек с серебряными рублями. Блин, давай прочитаем записки, конечно. Конечно. Что-то шумит в темноте. Страшно. Февраль позже. Иван пропал ночью. Собираемся домой. Все боятся. Это последняя запись. Сложно что-то понять из малограмотных записей крестьянина. В основном... Панда, мы забираем рублики. Вы забираете обветшалый кошелек. Так, и в принципе вернуться. Смотри, ржавый топор. Топор весь заржавел. Так. Куда-то траву нашел. Что это такое? Следы. Следы светятся глубоким пламенем. Здесь был черт какой-то. Могу по ним пройти. И в принципе, я думаю, что да. Вот где у нас здесь. В дорогу отправляемся дальше. Вы нашли следы нечистой силы. И теперь можете отправиться на поиски пропавших охотников. Так, следующее. Лабаз. К этому охотничьему складу ведут следы нечисти. Поехали. Вокруг лабаза застыла зловонная тишина. Вы делаете шаг и вздрагиваете. Под ногой, словно кость мертвеца, треснула иссохшая ветра. Так, заглянуть внутрь. Ну подожди, может быть сейчас что-нибудь еще здесь есть. Так, разрыв трава. Кстати, вот да, домовой головы нету, нигде не попадается почему-то. Вот после русалки мы очень много использовали, блин. Она была очень сложная, сильная. Я даже не знаю, какой будет ее отец, да, водяной. И дед Егор сказал, что нам надо бы, конечно же, каким-то образом его убедить. Ну а если нет, тогда сразиться. Так, заглянуть внутрь. Внутрь ведут гнилые ступени. Вы чувствуете сладковатый смрад. Поконники. Хе-хе-хе-хе-хе, это еще все. Господин эфирный. Так, 200 жизней, нифига себе, че так много? Так, че он призывается? Это че такое? Восстанавливает 20 здоровья, когда противник теряет здоровье. Упыр. Ого, неплохо. Так, ну что ж. Давай его сейчас будем жахать, да? Так, 100 сходим. Противниками всем. Давай, вот это еще крепко. В принципе, пока защиту кастовать не буду. Поехали. Ой, не понял. Подожди, а че такое? Атаки че-то не прошли? А что случилось? Подожди, подожди. Все таки промахиваются по этому существу. Продолжительность 999, вечный. А как с ним сразиться? Вы че? При этом он еще будет, да, призывать себе послушников. Офигеть. А как с ним сражаться тогда? Я че-то не понял. Ааа, блин. Так, ладно, щас че-то будем думать. Восстанавливать здоровье, когда потенки у тебя есть здоровье. Стойкость с глаз не может быть под влиянием статуса с глаз вечный. Мне бы хотя бы, да, немножко хотя бы начинать его распаковывать. Чуть-чуть атаковать. ПОДЫХАНСЯ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, атакуют опять на 20 ДимаTorzok Что-то мне это не нравится Слушай, он себе Будет постоянно увеличивать Все жизни Да Я не смогу ему нанести Потому что у него стоит Эфирный Все атаки промахиваются Поэтому существует продолжительность Так, бесконечность считает Может быть С помощью чего-то Какой-то может быть травки Субтитры сделал DimaTorzok Может попробовать Слушай, разрыв траву Хотя опять же Это уничтожает защиту противника У него нету защиты У него есть только Этот сглаз Блин, я даже не знаю Как его уничтожать Да, он себе будет восстанавливать Все жизни То есть было 200 Стало 250 Так, это уничтожает Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не могу понять Чем и каким способом Не его уничтожит Он восстанавливает себе Постоянное здоровье Да Все таки пармахиваются по этому существу Все мало исчезают Так если бы Он хотя бы хоть кого-то, знаешь, призывал бы Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что там уже impedил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как такое возможно Всё это я вообще не понимаю Каким образом его уничтожать но вот на него полчас вообще ничего не действует понимаешь зато меня лупит вовсю так прикольно прикольно да знать бы как до снимут блин бороться то есть но блин а как тогда как его убить если он такой сумасшедший тишина вы делаете шаг и вздрагиваете под ногой словно кость мертвеца треснула иссохшая ветка смотри значит упырь у нас восстанавливает постоянно себе здоровье да и также его увеличивает значит чтобы его победить нужно какие-то заклинания которые будут наносить ему урон да и защищать то есть надо много защиты и какие-то заклинания чисто на это может быть порча давай переберем всю книгу значит смотри что мы сейчас делаем с тобой мы в принципе полностью да вот у меня вот книжечка есть не позволяет стирать хорошо я понял так значит смотри им лютое величество два после каждого меня на лютое грыжа блин это дома конечно может быть домах с порчей давай грыжу возьмем два еще одну ближе возьмем так не знаю смотри три порчи беру точнее две у меня есть мало конечно я думал мне их побольше да плохо слушай надо будет наверно вот блин я всегда встречал да вот этих книжечек ближников но я никогда не покупал надо наверно покупать видишь какой у нас босс попался смотри значит на защиту берем складное хотя давай защита пригодится так здесь что у нас боем так могу все по убирать здесь мне предупреждает о том что заклинание так ладно сейчас 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 подожди на вас колодное увеличивает блин я не знаю вроде бы и надо вроде бы не надо так нот грыжа до порчи есть защита чуть-чуть взяли давай значит что у нас вот это берем 3 на 2 то есть минимально да вот книжку можно взять 13 заклинаний пойти на этого упыря но блин я не знаю конкретно сейчас вот здесь посмотрим что у нас есть так порчи на врагах увеличится на 1 при каждой потере здоровья давай возьмем в принципе это такой до 1 раз заклинание вы прочел и все на весь бой так 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 вот это берем регенерация черт я не знаю взять не взять увеличивает ключей да на ходе да это надо давай восстановить способность на именно возьмем так синий камень мы с тобой взяли скотную значение знаю так самое обидно то что даже если нам удастся сейчас его победить мне потом опять нужно будет да вот книгу подбирать вот эти все заклинания потому что я не знаю кто у нас окажется следующий противник особенно тот же самый водяной че ты такой кто давай вот это мини возьмем так блин мне бы все на защиту побольше да просто сильно много ноги набираю тоже не буду давай вот сейчас мне 21 есть да вот заклинание думаю попробуем может быть мне этого хватит хотелось бы режут гнилые ступени вы чувствуете сладковатый смрад давай волоси до упыль и он же вампир так значит чем мы делаем с тобой смотри это у нас тобой лютая дам блин а мне будет надо сейчас чтобы порча была чун не издеваетесь надо мной давай лютая это по которой честь не буду так атака на 20 будет но вот теперь конечно сейчас будем с тобой кастовать всю данную слову остается загорелых нагрузку слова блин сейчас щеку достал блин не а неправильно я сделал мне неправильно мне этого хотела всего так на 17 отлично смотри вот порча пошла да так порча пошла но теперь нету самого основного двойного дамага блин вот это набожность зачем я это взял смотри порча грыжу ладно по-балл ладно по-балл ладно по-балл Смотри, защита заговора 36 будет, да? Ну а зачем мне это надо? Мне кажется я лишние заклинания взял, вот сейчас они мне постоянно попадаются то, что мне не нужно, так на 20, ну в принципе все, так это у нас что? О, Авель, да? Неплохо, неплохо. О, Авель, да? 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 Продолжение следует... 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 Но очень много кастует защиты. Так, здесь дохватит. Посмотри. Да, вот набожность надо кастовать и потом еще дополнительную защиту. В общем, 89 защиту наколдовал. Зачем мне стука? Так, атака на 20. Так, сейчас еще и почему нанесем побольше? Чтобы он не расслаблялся. Так. Поехали. 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 Самое интересное то, что вот смотри. Восстанавливает 83 здоровья, когда противник теряет... То есть он в себе очень сильно восстановит, блин, если это все пройдет. Четыре... 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 Так, и две порчи. Четыре... А, нет, не хватило одной порчи. Но, блин... Ладно. Ну, в принципе, колода рабочая. Да, вот он подобрал я только что. Так, а что мне тут увеличит получаемую на 20 набожность. Блин, какая хорошая вещь. Слушай... Шесть... Шесть... Шестьдесят семь... Блин, сейчас набоженности будут... Точнее, защита сейчас будет, с ума сойти. 67... Шестьдесят два. Зачем столько? а вот корчу держи увеличивается кстати вот да вот у него ты растет до 82 жизни восстановить себе вот если бы я бы ему не дал бы увеличить ему жизни бы можно было конечно туда его тут помучить еще больше так ланенько давайте посмотрим защиту сколько 27 защита заговора но будет по моему не 27 хотя чем давай еще так блин вот это грыжа я не знаю вроде бы и должно пройти но что-то не проходит она так отлично прочь и 20 но совсем другое дело 130 на жизнь а вот это уже хорошо я понимаю все идет по плану так немножко все нет то суши это же этого крошку дожидаю вот мы своего катаем даже не используем его не как бы этого вполне хватает своего всего так отлично 112 уже почти половина жизни у него до осталось так порчи наносим так вот это вот это ой по моему хватит с головой в россии еще жизнью восстановим так порчи 21 значит будет 21 урона ему сразу сейчас отлично так 91 жизни в принципе все идет по плану все идет по плану самое главное не дать ему возможности вода восстановить все здоровье это будет самое плачевное только что может быть еще порча идеально идеально давай поехали поехали отлично так 68 жизни у него осталось это просто идеальном слушаем до рабочая колода подобал я идеально просто так давай значит что мы делаем тобой так 27 еще чуть-чуть отлично значит если будет у нас до водяной отец вот той самой русалки надо будет под него тоже подобрать какую-то определенную колоду ну что упырек у тебя осталось 46 жизни так хочет себе восстановить 20 жизней до чувствует свою погибель уже красавицу красавицу вот это убьем сейчас вот это постановку вот это вот это поехали да да к сожалению грыжа получается дает двойной дамаг но к сожалению на упрямо не действует очень жалко зато помогает конечно же вода порча 25 жизней ай-яй-яй-яй-яй так 25 жизней смотри костюм порчу костюм немножко себе защиты но важность побольше так и у него остается две жизни нифига себе сейчас мы его убьем смотри так еще проще пожалуйста я не жадный так здесь поехали смотри мы его уничтожаем и отлично так выберите новое слово ух ты блин я не знаю что выбрать вот это неплохое конечно да так пять защиты слова удваиваться есть у противника со статусом с глаз складное наряд чистость белая щупа белу до значения эффекта увеличивается каждое слово увеличивает складность белых слов ну блин не знаю слово вычеркивается из книги до конца битвы утвоит защиту зато жертва 3 давай возьмем может пригодится не знаю кажется это неверно похороненный колдун скрипя сердце вы перерезаете сухожилия на его ногах и оставляете на корм ворона теперь он не сможет ходить среди живых вот как вы вспоминаете записи охотника похоже мертвец мстил крестьянам за свою мучительную гибель никто не взял его знаткости не смог облегчить его смерть например разобрав потолок вы вздыхаете и надеетесь что у вас не будет ждать такая же участь то ну да не хотелось бы так неплохо ну что давай смотри на адовое болото идем местность рядом с озером часто затапливаться потому что болото и тут и образовалась поехали слушай упырь был очень тяжелым реально тяжелым через болото бежит зловонный ручей на камне возле него вы замечаете две тени ночная тишина доносит до вас холодный смех и приглушенный разговор подойти ближе замерший рыбака стекленелым взором смотрит на вьющуюся вокруг него русалку в лунном свете поблескивают когти воденицы это ваша недавняя знакомая она замечает вас и вскакивает как только чертовка отвлекается крестьянин приходит в себя его взор проясняется в ужасе он устремляется в бегство опять ты бегша ревнуешь к моим парням конечно все ладные как на подбор говори куда с завода рассол подевала ах колдунья у меня нет времени отвечать на твои глупые вопросы но у моих старых друзей есть повеселитесь как следует воденица с хохотом ныряет в реку и исчезает так сражение вот черт знаешь с чем проблема а колода то у меня то не та уже да вот у меня в основном все на защиту мне уже здесь атака нужна ну черти побери я блин я даже не знаю что делать теперь я же не могу сейчас поменять или могу нет потому что вы во время битвы ну блин надо было сразу менять так ладно давай значит порчу что у нас здесь сейчас пойдет еще давай лютое сюда же ну давай немножко хоть чуть-чуть защиты да немножко еще поможет ну ну что ну 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 так это конечно плохо это реально плохо что я вот себе такое дело мне все на защиту мне нужна атака атаки нету почти то есть после этого боя на срочно будет поменять книги заклинания хоть что-то добавить толковая так вот это используем и а а а а а а так 10 защиты все кастуют она мне еще порча стоит уже вот засранец всей защитой кастанул да чтоб тебя 34 будет болен надо было сразу в конце боя поменять вот сейчас конце боя я сразу поменяю заклинание потому что мы идем до водяного блин там будут русалка я не знаю какой будет исход битвы или чё там у нас будет но подготовиться реально поменять книгу заклинаний потому что ну это не то все это все не то блин а просвещено мне порча стоит блин какого-то фига колдует тоже но блин поехали блин этот чертик маленькой колдует мне порчу ну гад ну чтоб тебя побери блин как ты мне достал уже так этот час сдохнет насыщем ходе отлично значит смотри жизнь есть кто восстановить или нету значит давай получу на этого поставим так власть и защиты чипа больше кастанул сколько будет 15 так прошка наверно давай помоги мне блин я так сейчас вот честно я не хотелось бы идти вот да на водяного с неполными жизнями но к сожалению блин придется так есть минус 1 чтоб тебя блин маленький без так что здесь у нас увеличивается защита на 2 при потере здоровья до 8 весом погибель так все меняем теперь черную книгу блин да так давай значит что-нибудь помощник да такой мощнейшая давай вот огневицу возьмем вещи травы регенерация это надо быть мне же все таки надо как-то теперь жизни до восстанавливать вот эта вещь хорошая кану возьмем моря глубина с глаз есть конечно хорошая черта качи здесь у нас есть давай вот негативный статус и жизни да восстанавливать чуть-чуть так увеличиваться приказы в книге и 4 жизни восстанавливается тоже так у нас еще есть три заклинания которые мы можем с тобой взять чё возьмем давай иглу одну возьмем что еще можно взять угрозы да не но это блин вроде неплохое все но какое-то все такое слабенькое что у нас здесь осталось давай моря глубина возьмем и возьмем мы с тобой давай огневицу еще возьмем готовым так по вещам ничего тут нету и что у нас остается адовое болото точнее адовое озеро извиняюсь пошли сходим про него мне дед его ягу рассказывал на этом озере часто всяческую нечисть видели а все потому что тут граница между мирами панка мтс и вы без труда находите рыбацкий лагерь крестьяне уже разожгли уголь и готовится отправиться на ночную ловлю плохая идея смотри значит можно побегать что-то посмотреть найти так трава адамова головам пойдет вещи рыбаков здесь лежат вещи рыбаков кажется один из них забыл среди снастей кошелек брать не будем не хочу так там нас же ровня да сейчас убегаем может что-нибудь еще найду там нас адовое озеро час этой страны давай свои боками у господи иисусе что тут шасташ думал в одиних и явилась который нам сети портит вроде сарафан то у тебя вода не течет доброй ночи я лодку ищу на озеро сплавать ты чё девка умели тебя как большак-то из дому выпустил в уме я в уме мне нужно на центр озера с водяным поговорить подиным а мы уже карасей морду и наловили иди давай в своя сия так спасенную бог не успеваете вы возразить как из леса выходит спасенный вами от русалки рыбак и бросается вам в ноги спасибо батюшка после рассказа о случившемся рыбаки готовы помочь вам чем только смогут спасибо тебе матушка не знал что ты знатка как готова будешь в лодку заходи мы тебя отвезем куда надо лучше вы мне бы жизни бы восстановили да вот готова будешь в лодку заходи мыть понятно то есть больше ничего не хотят так лодка давай сжарувня это огонь реприманивает чего вы че серьезно я бы в этого адовым не называла блин мне 29 жизней еще делать как быть кстати адову голову можно использовать плюс 8 жизни при много очень много восстановил ладно давай поехали в лодку залазим вы можете сесть в лодку и отправиться на встречу с водяным путь все равно на береге больше ничего нету ой че-то большую вы че-то большую и че это вы приходите в себя на дне озера и делаете панический вдох кажется вода вам заменяет воздух возглас удивления разносится глухим эхом по и листому дну из чернильного мрака выплывает уже знакомая русалка опять эта градость сатай и новая запись в энциклопедии здоровье восстановлено блин я только что с я взял одному голову использовал одну последнюю траву если бы знал как тебе наше гостеприимство сестрица я дышать тут могу это как же так давай и здесь ты почему бы мне с тобой не разделаться прямо сейчас у меня дома и нечто без меня вакуль ждал меня но так он много че знает проводишь к нему я на тебя обиды ты не держу да прям уж хорошо пойдем потолкуем с твоим вакулем тебе стоит быть повежливей в его царстве ступай за мной через лесок до деревни доберемся а там от круга удобней и до места недалеко что это новая локация ну блин ты знаешь что у нас происходит когда появляется новая локация да и новая карта мы заканчиваем прохождение black book черная книга с тобой был заниматься геймса если ты хочешь узнать что же будет дальше ставь пожалуйста лайк подписывайся на канал комитию и конечно же не забывай нажимать на колокольчик на сегодня все всем спасибо всем пока